Музыка Глядя на мерное течение Иртыша, ловишь себя на мысли о том, что не существует никаких конструкций ни в природе, ни в мире, созданном человеком. Меняются сами люди, страны и, разумеется, отношения между ними. Если в основе этих отношений взаимное уважение и добрососедство такой союз, как вода, может менять форму, но неизменным остается по сути. К вопросу о сотрудничестве и энергетике. Великая река Иртыш – важнейший источник энергии как для Казахстана, так и в какой-то степени для России. Сеть гидроэлектростанций создавалась на ней как единая энергосистема еще в советское время. И в таком неизменном формате функционирует и по сей день, демонстрируя лучше всех протоколов и меморандумов, тесную и неразрывную связь между двумя странами. Здесь, в восточном Казахстане, чуть ниже устья реки Бухтарма, где Иртыш вытекает из озера Зайсан, человек обуздал великую реку, превратив ее поток в энергию. Вот оно, наглядное величие человеческих достижений – символ мощнейшего индустриального рыбка. Бухтарминская ГЭС, построенная еще в конце 50-х годов прошлого века – настоящее чудо советской инженерной мысли и по сей день крупнейшая гидроэлектростанция Казахстана. Разумеется, в советское время ГЭС влилась в единую энергосистему Союза – систему вольтами и киловаттами, связывавшую Россию и Казахстан с началом суверенной истории. В энергетике, как бы, это вообще на уровне технических решений было сделано и построено первонаперво, что уже ту концепцию, которая технически была заложена, в энергетике ее уже не перестроишь, но и она, наверное, экономически нецелесообразна. Большой объем водохранилища и особенности стоков позволяют использовать карминский углез, пиков, графиков, нагрузки, в целом, что в энергосистеме Казахстана и гидроэнергетика на втором по значимости месте. Основной объем выработки электроэнергии приходится на 37 тепловых электростанций. Таким образом, около 70% энергии получают с помощью угля, 14,5% – это гидроресурсы, еще порядка 10% – из газа и примерно 5% приходится на нефть. До 2010 года Казахстан являлся неттоэкспортером электроэнергии, то есть производил больше, чем потреблял. С 2010 года с развитием промышленности в республике соотношение изменилось. И сейчас юб Казахстана уже покупают электроэнергию у Киргизии и Узбекистана, а север экспортируют в России. Впрочем, только такими советскими связями и наработками сотрудничества в энергетике между Россией и Казахстаном не ограничивается. Есть у двух стран и что предложить друг другу сегодня? Мы совместно создали три предприятия, которые добывают уран на территории республики Казахстан, 50 на 50, и всего номинальная мощность, на которую мы выйдем в 2017 году, будет составлять 6000 тонн урана в год. При этом одновременно мы совместно, но уже на территории Российской Федерации, организовываем производство по переработке этого урана в обогащенный уран. Мы сейчас уже выходим почти на 5000 добычи совместными предприятиями урана в год. К 2017 году это должно быть в соответствии с комплексной программой 6000 в год. И мы создали совместное предприятие мощностью 5 миллионов ЕРР, единиц обогащения в год. Как раз эта мощность соответствует тому, что эти 6000 тонн урана могут быть переработаны уже в топливо для атомной станции. Согласно прогнозам, в ближайшие 10 лет только в Восточно-Казахстанской области потребность в электроэнергии будет больше, чем 1 гигаватт, а через 15-20 лет – почти 3 гигаватта. Необходима большая базовая станция, поэтому строительство собственной атомной электростанции – вопрос назревший. Это будущее развития Казахстана как индустриальной страны. Значит, здесь отражается обратный отчет до непосредственного момента подрыва ядерного устройства. До определенного момента весь этот процесс можно было остановить, в случае, если где-то какая-то система не срабатывала. Но уже в последнюю минуту, в принципе, повлиять на процесс подрыва уже невозможно было. И происходит взрыв. Здесь, в Восточном Казахстане, советская наука, да и человек вообще подошли к той самой опасной роковой черте. Здесь, возле города Курчатов, проходит граница Семипалатинского полигона. 29 августа 1949 года, ровно в 7 часов утра, здесь прошло первое в Советском Союзе успешное испытание ядерной бомбы. Позже, в 1953 году, первое термоядерное устройство, а позже и первое водородное бомбе. Взрывы на земле и под землей, в воздухе и в скальных породах. Всего вплоть до 1989 года. Были 400 ядерных испытаний. Теперь же город Курчатов стал центром развития мирного атома. Сегодня музей Семипалатинского полигона с его пугающими экспонатами. Это такое очень яркое и действенное напоминание о том, какой огромной силой, в том числе и разрушительной, способен манипулировать человек. Память, которая в прямом смысле дорогого стоит, но вместе с ней Казахстану наследовал и достижение советской науки, потрясавшее в свое время весь мир не меньше, чем ядерные взрывы Семипалатинский полигон. В Курчатове казахстанские физики продолжают традиции советских ядерщиков. На базе испытательного полигона указом президента Казахстана Назарбаева в 1991 году был создан Национальный ядерный центр республики. На протяжении последних 15 лет у нас было честное сотрудничество также Российской Федерации, США и Казахстана по ликвидации инфраструктуры испытания оружия массового уничтожения. В 1992 году мы официально завершили весь этот проект. Тремя президентами было декларировано о том, что вся инфраструктура оружия массового уничтожения на Семипалатинском полигоне была уничтожена. И на сегодняшний день мы приступили ко второму этапу этого проекта. Это проект по ликвидации последствий испытаний ядерного оружия. Разумеется, деятельность центра не ограничивается исключительно ликвидацией последствий испытаний на Семипалатинском полигоне. Задача на перспективу главная – перестроить наследие военно-промышленного комплекса и современное научно-техническое объединение. Отберем. Отобранная проба с полигона приносится в лабораторию. Мы ее взвешиваем и помещаем в такой конус из чистой целлюлозы, не содержащей примеси 3-ти, то есть 3-ли углерода 4-ти. Далее данная проба помещается в этот аппарат, в платиновую спираль. После этого происходит ее сжигание в токе кислорода. Органический материал сгорает во образование только воды, которая содержит 3-ти, и углекислого газа, содержащий углерод 4-ти. После этого данная проба пойдет на измерение, то есть мы сможем оценить количество углерода 14-го и 3-ти, которое содержалось в данной пробе. Этот с виду незамысловатый процесс позволяет проводить глобальные исследования о том, что касается влияния радиации на органические соединения. Проще говоря, какое воздействие оказывает облучение в разных дозах на воду, растения и землю. Чтобы говорить, если с Кульчатовским ядерным центром сейчас активно сотрудничают японские специалисты, чтобы вместе бороться с последствиями аварии. Ага, можно встать и пойти куда-нибудь там дальше. Уникальный проект казахстанских и российских ядерщиков реализуется еще с конца 90-х. Это настоящая научная жемчужина ТКМАК-КТМ. Экспериментальная установка создается для проведения научных исследований и испытаний конструкционных материалов и узлов, которые в будущем будут использованы в мощных термоядерных реакторах. ТКМАК представляет собой вакуумную камеру специфичной формы. По научному ТОР, по простому Бублик. На него намотаны катушки для создания магнитного поля. Из камеры Бублика сначала откачивают воздух, а затем заполняют смесью Дейтерия и Трития. С помощью индуктора внутри создают вихревое электрическое поле. Оно вызывает протекание тока и зажигание в камере плазмы. Ее рабочая температура измеряется десятками миллионов градусов. Весь процесс занимает какие-то секунды, но на них государства готовы тратить миллионы. Все потому что результаты таких исследований бесценны, причем в масштабе всего человечества. Проблема взаимодействия плазмы со стенкой является мировой проблемой. Ну и эту проблему частично будем решать исследованиями на данном Токамаке. Надо сказать, что это действительно уникальная установка. В СНГ вообще, так сказать, впервые после перестройки такая установка создается. Есть подобная установка в Санкт-Петербурге, в физико-техническом университете, но она намного меньше по размерам. Ну и там другие задачи решаются. При этом деятельность центра не ограничивается только исследовательской работой. В 2003 году в Курчатове было начато строительство парка ядерных технологий. Сейчас здесь динамично развивается производство высокотехнологичной продукции с использованием мирного атома. В основе всех процессов ускорители электронов. На данный момент в парке работают уже два цеха. В одном занимаются радиационные модификации полимеров. Огромным спросом пользуются услуги по стерилизации медицинской одежды и инструментов. Если говорить о физике процесса, то это обработка ионизирующим излучением на основе электронов, высоких энергий. Электрон попадает в вакуумную систему, разгоняется, получает большую энергию, и тем самым он воздействует на микроорганизмы и на различные бактерии, грибки, которые находятся непосредственно в материале. Это то, что касается процесса радиационной стерилизации. То есть материал не меняет свою структуру, но при этом все живое гибнет. Все, что находится непосредственно в материале. Такое сочетание фундаментальной и прикладной науки несет в себе огромный потенциал. Неудивительно, что с таким багажом именно Курчатов сейчас рассматривается как наиболее перспективное место для строительства новой атомной электростанции в Казахстане. У нас есть все необходимые для этого предпосылки. Первое – это потребность в электроэнергии, где-то на лоне 2-3 гигаватт в 2020-2030 годах. Второе – это то, что у нас достаточно сильно развитое добывающее и перерабатывающее урановую промышленность. Второе – в мире по запасам урана, как Казахстан, и первое – в мире по его добыче. В рамках 11-го формы для анализа сотрудничества России и Казахстана в районе Казахстана в странах собилизировали соглашение о сотрудничестве по строительству автостанции на территории республики. Хомяк у меня. Застань, пара. Тесную историческую связь с Россией и Шуфу, возможно, как ни в одном другом регионе Казахстана. Почему выбрана именно Росатомпром? Вы хорошо знаете, что Росатомпром пользуется большим авторитетом в мире. У них большой опыт по отношению к строительству атомной электростанции. Тем более в Курчатеве работают российские ученые-специалисты. Там есть реактор. Это большой объем работ, начиная от проектно-изыскательских работ, обучения, подготовки персонала. Это разработка технической документации, проектно-смертной документации, проектной документации. Это работы, связанные с описанием процедуры обеспечения безопасности, подготовки документов по надзору. Большой раздел посвящен тем, что надо сделать в части подготовки кадров, сооружения соответствующих тренажеров, аттестации, получения лицензий, международных экспертиз и многое-многое другое. Эта работа достаточно большая, подозвитный период длится обычно не менее двух лет. Не менее двух лет.